Запорожьсталь, экологическая акция, высыпанный шлак у входа на завод и люди в балаклавах. Явно не Greenpeace и не Amnesty International. Это борьба за экологию или репетиция рейдерского захвата? Всех выслушали и на месте попытались разобраться наши корреспонденты. Ровно в 10 люди в балаклавах и с флагами перекрывают все поступы к проходным комбинатам. Для верности дороги блокируют внедорожниками и кучей привезенного шлака. Чуть дальше сотня молодых людей с повязками на лицах. Это предупредительная акция. Хватит наживаться на здоровье жизни людей. Говорят, что часть людей пришли, это проплаченная акция со стороны, и что за этим стоит Коломорский. Правда ли это? Нет, это не правда. Такой ответ. Еще говорят, пришли по зову сердца. Очень переживают за экологию в городе. Мол, Запорожьсталь экономит на газоочистке и попросту травит горожан. Не возможно ни окно открыть, ни балкон открыть. Потому что здесь это, с этих заводов, такая вонь идет, что задыхаешься. Заблокировав комбинат, представители правого сектора требовали, чтобы к ним вышел именно директор. Знаете, чем мы отличаемся от милиции, от всех от самих подразделений? Мы не хотим зайти, мы зайдем. Это чтобы вы понимали, вот так на будущее. Днем в разных интернет-изданиях появилась информация, что люди в форме правого сектора штурмуют завод. Пресс-секретарь правого сектора на своей странице в фейсбуке пишет требование одно – прекратить загрязнять атмосферу. На самом предприятии сегодняшнюю акцию расценивают как провокацию. Комбинату предстоит огромная инвестиционная программа по экологии. И она сегодня выполняется с опережением. Пусть правоохранительные органы разберутся, кто за всем этим стоит, потому что этому пора положить конец. И оппозиционеры нынешней власти не молчат, проводят свои параллели. Такие акции под пиар-лозунгами – это репетиция рейдерских захватов, это жизнь предприятия, от которого зависят судьбы и жизнь сотен тысяч людей. И это очень напоминает те репетиции по государственному перевороту, которые проходят в Киеве. И Европа это очень хорошо видит. И мы точно не допустим дестабилизации ни в экономике, ни в стране. Блокада комбината длилась 4 часа, после чего все участники акции разъехались на микроавтобусах, но пообещали вернуться, когда точно не сказали. Виталий Нестеренко и Вадим Нечитайлов. Подробности – телеканал Интер.